почему я не рассказываю про фьючерсы потому что это очень такая тонкая грань ты можешь человеку рассказывать про риски тысячи часов ты можешь рассказать всю жизнь да ты можешь приводить примеры и человек будет осторожным он будет говорить да это страшно это 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 лучше не ходить но потом раз удачная сделка 2 удачная сделка 3 удачная сделка и я говорю это еще раз я одного из самых лучших друзей так потерял в 12 году мы начали работать в 13 продолжили да то есть четырнадцатом году у него портфель был где-то порядком 800 тысяч долларов я ему просто предложил на 5-6 миллионов рублей поторговать фьючерсами и мы торгуем на протяжении трех лет он каждый месяц с 5 миллионов рублей выводил где-то от 800 до полутора миллионов новая машина новое путешествие там все 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 вместе на тренинге ездили да не просто происходит момент такой когда не угадал да то есть чрезмерно очень много взяли взяли плечей падение базового актива в цене там на 10-15 процентов плечо 1-6 что такое плечо 1-6 во фьючерсе это получается что при падении актива на 10 процентов у тебя убытых шестьдесят при этом человек соответственно начинал с 5 миллионов на российском счете у него было 35 миллионов рублей начинали с пяти миллионов рублей которые были на срочном рынке через полтора года не у нас в рачном рынке было там наверное аллокация процентов 70 и вот у него там в один день один день падение актива на процентов то есть в один день убыток 60 процентов с 30. Что делать? Вариационная маржа все списывается и поэтому просто сам проходя психологически я сам знаю каким образом это работает. Лично про себя говорю каким образом это было. Начинаешь там 300-400 тысяч с такой нормодоходностью там через два месяца миллион, через три месяца там 3 миллиона. Да у тебя есть еще более большой диверсифицированный инвестиционный портфель 90 процентов. И в итоге ты сидишь такой думаешь блин а вот если бы я не 10 процентов туда направил, а если бы это направил хотя бы 50 процентов, то у меня бы там из 500 тысяч было не 5 миллионов, а у меня было бы с 3 миллионов 30. Получается потихонечку так во-первых вся вариационная маржа там остается, ты увеличиваешь позицию, ты начинаешь переводить это все с инвестиционного счета и буквально это очень высокая дисциплина нужна и это только опытных уже инвесторов. Вот они для себя лимиты определили, все они за эти лимиты не выходят. В большинстве своем получается люди начинают смещать в плоскость того, что они уходят в этот риск неуправляемый, неконтролируемый и в конечном счете просто теряют. А вариантов потерь, резкое изменение цены актива, рост волатильности, праздничные дни, остановка торгов, увеличение гарантийного обеспечения. И получается, что люди просто не понимают во фьючерсах с какими рисками они сталкиваются, они туда лезут. Неоднократно было сказано, то есть фьючерс он мною сейчас в настоящий момент исключительно используется как хедж. Фьючерс в принципе срочный рынок и создавался как инструмент страховки, инструмент хеджирования. Когда ты платишь какую-то определенную сумму, эта сумма позволяет для тебя в будущем зафиксировать цену исполнения контракта. Но сейчас это превратилось по сути в спекулятивный инструмент, которым люди торгуют. А так как он предполагает по своей природе наличие плеча, за которого люди думают, что они не платят, они платят, то соответственно любое плечо разрушает капитал долгосрочно. Поэтому это вот моя позиция по фьючерсам. Я хотел бы ее определить и не хотел бы ее в дальнейшем публично как бы распространять. То есть это история, где ну может быть в клубе и то с очень большой оговоркой в рамках закрытого клуба инвесторов мы даем сигналы на работу с фьючерсами как хеджевым инструментом, не как спекулятивным с целью что-либо заработать. Хочет человек, если он понимает, какие он принимает на себя риски, пусть работает самостоятельно. Мы здесь всегда говорим, что это хеджирование позиций. Например, я знаю, что я пополняю свой счет брокерский каждый месяц, пополняю на миллион рублей. И я не знаю, что будет с долларом завтра. Будет он выше или будет он у меня непосредственно ниже. Но если я понимаю, что политика, государственные финансы построены таким образом, что когда цена на нефть упадет, то в этом случае государство будет девальвировать рубль, то скорее всего в следующие 12 месяцев доллар будет дороже. А когда он будет дороже, я не знаю. Я сейчас смотрю на срочный контракт, я понимаю, что вот не сейчас конкретно, вот сейчас на момент записи видео, на 15 января 2024 года мне продают контракт по 95.50. 95 рублей 50 копеек я знаю, что у меня есть гарантированная цена, по которой я могу купить доллар в декабре 2024 года через 12 месяцев. И если я, например, понимаю, что в декабре 2024 года я пополню свой брокерский счет на 1 миллион рублей, половина из которых, условно, в моем представлении, половина из которых должна быть в долларах, я хочу защититься от того, что в декабре 2024 года доллар будет 120. Я беру, соответственно, сейчас 500 тысяч рублей делю на расчетную цену контракта 95.532. Мне нужно купить 5 контрактов. Для того, чтобы мне купить 5 контрактов, мне нужно заплатить гарантийное обеспечение 15677. То есть мне нужно заплатить 82 тысячи. Я могу сейчас 82 тысячи заплатить, и я буду знать, что в декабре месяце, когда мне придет миллион рублей, у меня будет цена покупки доллара по 95.50. Или обратная история, например, когда доллар резко вырастает, 100, то дальний фьючерс будет стоить 105-110. И у меня доллары есть. Я такой, блин, у меня есть доллары, почему бы мне их не продать? Причем, получается, физически я доллары не продаю. То есть у меня дома просто лежит наличные, там, я не знаю, 50 тысяч долларов. Мне нужно продать 50 контрактов. То есть если меня устраивает цена 120, я думаю, что она упадет, я могу встать в шорт, я могу продать 50 тысяч долларов в контрактах. Соответственно, цена снизится. Я сами доллары не продал, они у меня как лежали, так и лежат. Я просто зафиксировал для себя курс через что-то. Но это, опять-таки, эта история больше спекулятивная, потому что люди же, опять, ты все сказал, все показал, рассказал, что рассказываешь с позиции хеджирования, с позиции защиты возможного будущего более резкого роста курса рубля. Но люди, когда начинают все это считать, все, человек попадает вот в эту ловушку, потому что он говорит, я теперь знаю, как определяются цены на валюту. Цена на нефть упала, рубль, соответственно, будут девальвировать. Аупа, и у нас получается конец 23-го, начало 24-го, цены на нефть падают, а рубль не падает, доллар не растет что-то. И они всегда влетают на эту историю. Объявили праздники, биржа закрыта, увеличили размер гарантийного обеспечения, все, у тебя недостаточно, чтобы удерживать позицию. Ты или денег еще довнеси, или закрой часть позиции. Денег довнести, опять же, выходные дни ты этого не сделаешь, уменьши часть позиции, зафиксируй убыток. И поэтому, по мне, фьючерсы, с этим нужно разбираться. У нас есть отдельный курс по фьючерсам в проекте. Один из лучших педагогов в России, у кого есть курс по производным ценным бумагам, Павел Пахомов. Он у нас записал курс по работе с производными ценными бумагами. Ссылочка на него в описании данном видео есть. Все там актуально, цены могут быть немного другие, потому что от времени зависело, когда мы писали. Есть и по фьючерсам, и по опционам. Но если хотите использовать, то лучше все-таки этому обучиться. Опять же, ссылка внизу, можно пройти, получить знания.